Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из Motostrong сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на Instagram Motostrong, там всё наличие. А менеджеры Motostrong помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Ну а сегодня давайте взглянем на любопытную модификацию двигателя 1.4 TSI, который развивает 150 лошадиных сил и более. Этот двигатель заряжен не только турбиной, но и приводным нагнетателем. Итак, встречаем! Мы уже рассказывали о двигателе 1.4 TSI, а сегодня перед нами его более мощная и, можно сказать, более проблемная версия. Эти двухнадувные двигатели выпускали с 2006 по 2018 год, имеют более двух десятков модификаций. Самые мощные выдают 180 лошадиных сил. Вот этот двигатель очень распространенный с обозначением CAVA. Эти двигатели устанавливали на все переднеприводные платформы, начиная с Golf 5 и Golf 6, также, естественно, на Jetta 5 и Jetta 6, на Touran первых двух поколений, на Tiguan широко EOS, также на Passat B6, B7, Minivan Charan, естественно, на Seat Ibiza и Alhambra, а также на Audi A1. Напомним вам, что такое 1.4 TSI. Это чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск. В цилиндры этого двигателя дует турбина KKKK-K03 и компрессор Eaton TVS. У самых мощных версий избыток наддува достигает 1,5 бар. Когда моторы серии EA111 заменили на новое семейство двигателей EA211, то вся эта тема с двойным наддувом закончилась. На новых даунсайдинговых двигателях VAG двойного наддува нет. Поклонники марки Volkswagen, сделавшие выбор в пользу моторов 1.4 TSI до 2010 года, хопнули немало горя. Удивительные поломки и гибель этих моторов обернулись именно на гарантийный период. Поэтому глобальных финансовых затрат со стороны владельцев не последовало, потому что все решалось в гарантийный период. Так вот, сегодня мы будем разбирать, можно ли доверять двигателям VAG с комбинированным наддувом на сегодняшний день. Топливная система двигателей 1.4 TSI редко беспокоит своих владельцев. От некачественного топлива могут развалиться поршни, а вот форсунки от NVD переносят это без особых проблем. ТНВД при пробеге в 300 тысяч километров начинает пропускать бензин. Бензин будет попадать под клапанную крышку и примешиваться к маслу. Дело в том, что ТНВД на прямо впрысковых моторах VAG находится на клапанной крышке и приводится от распредвала кулачком. Вот поэтому-то бензин и примешивается к маслу. Чтобы решить эту проблему, надо менять ТНВД. Оригинальный обойдется в 400 долларов. Кстати, чаще внимание требует погружной насос. У него несколько ревизий, последняя вышла в 2011 году. Приводной нагнетатель ROOTS представляет из себя два параллельных винтовых вала, которые соединены друг с другом. Вся эта конструкция приводится шкивом с электромагнитной муфтой. Шкив приводится от коленвала ремнем навесных агрегатов. И еще один ремешок соединяет муфту с верхним винтовым валом. Внутри корпуса нагнетателя оба вала соединены между собой зубчатыми шестернями. Нагнетатель висит сбоку на двигателе под дросселем и регулирующей заслонкой. Воздух засасывается в его корпус снизу, сжимается и направляется дальше по впускному тракту из его задней части корпуса. Нагнетатель постоянно нагнетает воздух, пока скорость вращения коленвала не достигает 2400 оборотов в минуту. Скажем так, когда надо средний крутящий момент. А если разгон происходит на трассовой скорости, то нагнетатель может работать в диапазоне до 3500 оборотов в минуту. Во всех остальных режимах работы двигателя турбокомпрессор справляется в одиночку. То есть нагнетатель отключается со всем посредством электромагнитной муфты, то есть его валы не вращаются, а воздух во впуск двигателя попадает в обход нагнетателя. Такое отключение производит отдельная регулирующая заслонка. Аналогичным образом нагнетатель отключается, когда коленвал начинает работать со скоростью больше 3500 оборотов в минуту. В общем, турбокомпрессор и нагнетатель на этом двигателе одновременно почти никогда не работают. Нагнетатель служит очень хорошо, но принцип его работы завязан на регулирующей заслонке. Поэтому, если она подклинивает, либо не закрывается, то тогда нагнетатель перестает всасывать и нагнетать воздух. В результате этого у двигателя 1.4 TSI появляется турбояма. Электромагнитная муфта привода нагнетателя встроена в помпу системы охлаждения. Поэтому, если эта муфта накроется, то придется покупать и помпу. Помпа оригинальная стоит 230 долларов. Турбины на моторах 1.4 TSI были проблемным местом из-за того, что трубка, по которой масло сливалось из картриджа, перегревалась от жаровпускного коллектора. Масло в ней закоксовывалось, и тогда двигатель начинал сжирать масло, которое продавливало во впуск или выпуск. В общем, производитель решил эту проблему, обернув эту трубку термоизоляцией. А вообще, при регулярной замене масла эти турбины ходят по 200 тысяч километров. Гораздо чаще случаются проблемы с клапаном N75, который управляет открытием перепускной заслонки. Этот клапан стоит недорого, стоит на клапанной крышке. В общем, в отключенном состоянии он не должен продуваться по переднему и по заднему штуцеру, а воздух должен проходить от заднего штуцера к перпендикулярному. Когда этот клапан не держит давление или реагирует запаздыванием, то тогда двигатель не тянет, разгоняется с рывками или вообще уходит в аварийный режим. На холодной части турбины установлен еще один электромагнитный клапан, тоже перепускной. Он открывается по команде ЭБУ, когда при закрытии дросселя надо скинуть лишнее давление воздуха. В общем, этот клапан N249 и проблем с ним гораздо меньше. У моторов Twin Charger интеркулер находится рядом с радиатором, а не во впускном коллекторе, как у моторов 1.4 TSI с одной турбиной. Поэтому заливание впуска антифризом им не грозит. Форсунки непосредственно впрыска этого мотора пережили еще больше ревизий. Последняя датируется 2012 годом. Эти форсунки модернизировали и улучшали, чтобы сделать работу мотора 1.4 TSI максимально плавной. Ну а сегодня разобрать этот двигатель поможет Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Как уже хорошо известно, двигатели 1.4 TSI очень удивили, ну в нехорошем смысле, своих владельцев. То есть десятки тысяч людей растяжением цепи ГРМ. Цепи вытягивались и перескакивали. Это приводило к гибели моторов. И это происходило при очень мизерных пробегах. Чтобы застраховаться от гибели этого мотора из-за проблем, связанных с цепью ГРМ, надо каждые 100 тысяч километров менять ремкомплект. Оригинальный ремкомплект стоит 800 долларов, но в него входят цепь ГРМ, звезды валов, возвращатель, башмаки, натяжитель, прокладки. И если, вот чтобы по красоте все было, можно еще поменять сальники валов. И еще при эксплуатации не стоит оставлять машину на передаче, особенно если она может откатиться назад. Ни для кого не секрет, что цепь вдавит натяжитель, а при запуске двигателя цепь просто перескочит. Фазовращатель на двигателях 1.4 TSI не начинает тарахтеть, то есть не изнашивается, потому что входит в ремкомплект привода ГРМ. Если вы устанавливаете минимальный ремкомплект от неоригинального производителя, то стоит узнать версию фазовращателя. Последняя версия с буквой «Е» на конце. Легко-сплавная клапанная крышка по совместительству является постелью распредвалов. Мотор у нас чистенький и никакого износа на кулачках мы не наблюдаем. Только что мы вам рассказывали по поводу перескока цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI. Итак, пожалуйста, вот результат перескока цепи. Клапаны впускные кривые и хорошенько видны отметины контакта с поршнями. Скоро посмотрим в блоке цилиндров. Так вот, эта ГБЦ обычно никаких проблем на моторах 1.4 TSI не вызывает. Однако при больших пробегах обрастают нагаром впускные клапаны. И после этого они перестают плотно закрываться. Поэтому в этом случае надо прибегать к чистке клапанов. Ну и, естественно, мы видим отметины от клапанов на донышках поршней. Хона нет совсем. Что хотелось бы сказать про блок. Блок у двигателей с одной турбиной, а также у блоков твин-чарджер практически одинаковые. Они не усилены. Более того, они отличаются только лишь наличием, либо отсутствием креплений под нагнетатель. Никаких проблем с блоками цилиндров нет. Не лопаются и не трескаются. Но вот лопнувшие поршни и в результате задиры могут потребовать капремонта блока, либо же замены блока. Продолжение следует... Мотор 1.4 TSI не так уж редко погибали при пробегах в 50 тысяч километров из-за разрушения поршней. Поршни разрушались из-за детонации, вызванной низким октановым числом топлива. То есть в этот мотор надо заливать бензин АИ-98, можно и хороший 95-й, но система охлаждения должна работать нормально. В общем, в 2010 году производитель улучшил поршневую группу, и поршни стала делать не компания Мали, а компания Колбеншмидт. Плюс внесли изменения в прошивки, и эта проблема с разрушением поршней осталась в прошлом. На сегодняшний день уездить мотор 1.4 TSI с двойным надувом можно только при условии экономии на моторном масле. Моторы с разрушенными поршнями, то есть с прогоревшими краями, с разрушенными перегородками между кольцами и с обильным нагаром на донышках поршней. У этих моторов на поршнях были наглухо закоксованы поршневые кольца, а нагар приводит к локальному перегреву, то есть буквально нарушает теплоотвод. Моторы 1.4 TSI не терпят увеличенных интервалов замены масла, а также коротких поездок, потому что они не успевают прогреваться, а это, в свою очередь, увеличивает темпы образования нагара. Масло и вовсе надо менять до 8 тысяч километров и давать этим моторам почаще выгуливаться по трассам. И, кстати, поршневая группа, коленвал, шатуны у Twin Charger точно такие же, как у двигателя 1.4 TSI с одной турбиной. Вообще, после всех доработок, а именно после 2010 года, двигатели 1.4 TSI начали радовать надежностью. И еще раз повторим, выгуливайте эти моторы на высокой скорости, только хороший масляный сервис, на замену надо всего лишь 4 литра масла и хороший прогрев. Это все положительно скажется на ресурсе этого мотора. А вообще, эти моторы еще очень серьезно чипуют, устанавливают неоригинальные кованые поршни, они хорошо и весело ходят, выдавая более 200 лошадиных сил. Ну а теперь по состоянию. Есть определенный износ на коренных и шатунных вкладышах, но ничего критичного. Коленвал визуально у нас неплох. И, пожалуйста, наглухо закоксованные маслосъемные кольца, нагар на донышках поршней. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Ну что, разборка закончена, что можно сказать? История двигателей 1.4 TSI семейства EA111 связана с доработками и улучшениями. И все-таки эти двигатели довели до ума. Сейчас они служат долго. Не стоит пропускать интервал замены цепи ГРМ. Как мы говорили, 100 тысяч километров. В ряде случаев можно обойтись заменой цепи, башмаков и натяжителя. Также не стоит экономить на масляном сервисе. Масло надо менять с интервалом до 8 тысяч километров, использовать качественное. И тогда эти моторы пройдут и 300 тысяч километров. В общем, если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные и подробные обзоры, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «Автостро». Продолжение следует...